Спасибо вам большое. Я вам благодаря вашим лекциям вышла замуж, и все было прекрасно. Что-то все благодаря моим лекциям. Я сессу очень красивую чередурусь, но постепенно отношения остаются. Муж очень чувствительный, раненый, ржается. Мы уже годы на живом вместе. А виделся на вас что-то? Я считаю, что он не собирается возвращаться к нашему роду. Почему? Ну, он считает, что я похожа на маму. Мне кажется, как раз дело лично принесет, что я не смогла. И, ну, не жала все, и, в общем, не хотела. Просто от русских не помню, не хотела. У вас ребенок родился только. Когда ребенок родится, очень трудно женщине. Наверное, перекраблялись, истерили немножко. Ну, как все женщины устают, когда они начинают эмоционально совести. Но он должен был терпеть. Когда ребенок рождается, все женщины всегда дуреют. Ну, за редким исключением. Потому что, ну, надо без сонной ночи, чтобы не каждый человек выдержит. Поэтому начинаются эмоции. Мужчина должен терпеть это. Но женщина берет на себя нагрузку очень большую. Поэтому, соответственно, он не выдержит. Он у вас ранимый человек, чувствительный. Да, да, я долго помню это видео. А? Долго помню это видео. Да, ну, вот в этом проблема. Он очень, ну, такой чувствительный человек. С ним сложно. Я так понимаю, что у нас решатся уменьшения обновлены. Потому что он не далеко зато, что он не собирается все обращать. Вот. И как раскреплять последствия... Вы поближе микрофончик, я вас попусту. Как раскреплять последствия того, что у нас произошло? Потому что, ну, я тоже много расширалась. Вот. Но, в принципе, у меня внутри спокойно. То есть я даже чувствую к нему тепло. Хотя под конец была полная жесть. Там были раскрепления, раклозы. Ну, вообще не понимаю, что. Вот. И сейчас, спустя время, я, в принципе, к нему спокойно отношусь. То есть у меня... Проблема не паса в нем. Он испытал определенную боль, которую он принять не может до сих пор. Вот это как раз тот случай, когда надо правильно жить второй образ жизни, чтобы сохранить отношения. Проблема в том, что когда человек, ну, имеет блоки психически определенные, когда он неправильный образ жизни ведет, то это приводит к очень сильной ранимости, которая потом дальше очень сильно дает потрясение такой жизненный человеку. Вот он испытал потрясение определенное. И это потрясение мне не мешает ему вернуться. Потому что у него на это не хватает психических сил. Ну, то есть, концептуально он просто не может с вами жить. Ну, да, и вот как мне двигаться дальше, в плане, ну, что мне делать? И вот того, что у меня внутренне спокойствие есть, это уже показатель, что, в принципе, с моей стороной я полагала. Просто сейчас как-то начали появляться мужчины, не то, что как бы я там ищу каких-то знакомств, но просто они как бы появляются, знакомятся. Я думаю, может, это символ того, что мне пора двигаться дальше, но с другой стороны, я не могу отпустить мужа. Нет, моя хорошая, вот смотрите, как надо делать. Надо сейчас помолиться за эту семью, дать ему шанс. Он только от потрясения, только, ну, постепенно освобождается. Ну, то есть, он, другими словами, часто как-то для себя начал приходить потихоньку. И месяца три дайте ему шанс. Бог не хочет, чтобы вы сейчас прямо его бросали. Вы сами это чувствуете. Дайте ему шанс, через три месяца, скорее всего, ничего не произойдет, он не вернется к вам. То есть, ему ничего не говорите, просто ждать. А вы с ним общаетесь? Ну, только по делу. Ну, с ребенком, вот он сейчас. Ну, не, он очень вспыхчивый, как бы, ему сейчас, если сказать, эти три месяца, что он шанс идет, вообще, начнет горать. Не, не надо. Все, спасибо. Ну, как бы, одна не останетесь, в любом случае, нормально все будет. Ну, с ним, вот, видите, такой опыт у вас тяжелый, потому что он очень ранимый человек, ему трудно строить отношения. Он сейчас после вас тоже не быстро создаст семью. Ему очень трудно отношения. Ну, такой очень сложный человек. Хорошо, я понимаю, спасибо. То есть, вопрос у вас только один был. Вернется отношение или нет, да? Вам было в этом сомнение? Ну, и в плане, когда вы считаете, что вы отзываете? Значит, ответа два. Первое. Скорее всего, отношения не вернуться с ним, это очень сильный процент, что нет. И дальше три месяца ждем, все, ваша, ну, ваша с ним судьба заканчивается, вы можете дальше идти вперед. У вас не будет вины на вас никакой, но он будет отвечать за свой поступок. У него будут проблемы дальше в жизни, но это его уже. Кому сильно надо? Всем сильно надо. Ну, вот женщина в черный-темный волос. Вы, вы. Да. Нет, не вы. Ой, спасибо большое. Олег Геннадьевич, вопрос такой. Чувствую, что скоро умру. Что делать? Ну, мы все умрем. Ну, вот я прям скоро. Ну, такие ощущения. Хотите знать, почему? Хочу знать. Не знаю. Да. А когда давно вы чувствуете, что вы скоро умрете? Что? Давно вы чувствуете, что скоро умрете? С прошлого года. Вот как 30 лет мне исполнилось, ощущаю, что все ближе к этому идти. Ну, вот смотрите. В прошлой жизни у вас было предчувствие, что вы уйдете из жизни, и вы ушли из жизни. В раннем возрасте. Примерно вот в этом время, в 30 лет. И причина смертки была инсульт или остановка дыхания внезапная. У вас ночью не бывает так, что вы чувствуете, что не движете там? У меня паралапс метрового клапана и экстрасистолии ночью бывают. Ночью бывает, да? Ну, надо просто начать лечить сердце. Я обследовалась, все прекрасно. Не, не, я не об этом говорю. Есть... У вас определенные блоки психические, они находятся на четвертом психическом слое, который отвечает за сердце. Там находится динамическое напряжение и токсины. То есть нужно постепенно... Ну, нужно сначала стать, попробовать неподвижное положение тела, методически почитать. Потом начать 3 часа 20 минут ходить, учиться. И потом двое суток поста. Ну, по крайней мере, хотя бы на зелени там, пассивный пост делать. Не важно, в какой день недели? Важно. Ну, как бы ходьбу лучше делать... Я хожу по 15 километров, как раз около 3,5 часов. Прекрасно. Значит, вы уже начали прорабатывать этот блок. Когда ходили в последний раз? Четыре дня назад. Понедельник. Да, вы четыре слоя проходите. Да, проходите. Все на память. Можно еще один вопрос? Нет. Значит, надо с постом тоже разобраться. То есть, нужно на листе салата, нужно на листе салата поститься по средам и четвергам. Раз в три недели. Два дня просто сок с листа салата пить, вот выжимать его и пить. Вот. И очищение психического тела будет длиться 6 месяцев. Если вы по графику раз в 5-6 дней будете ходить и пост вот это вот делать, то через 5-6 месяцев у вас пролечится психическое тело и начнет лечиться сердцем. Ну, то есть, аритмия является причиной блоков в психическом теле. И, ну, вот конкретно смерть я не вижу. Но как вы... Вижу, что сейчас идет плохой период. Он продлился еще где-то год. И он у нас будет характеризоваться слабостью в теле. Она уже началась у вас, слабостью. Год назад. Ну, вот этот год я вообще лежала. Да, да, слабость есть. Но это все блоки вот эти вот. Они усилились просто. Вот. А самое ощущение вот этот эффект смерти идет с прошлой жизни. Вот вы, когда прошли этот момент, когда вы ушли из жизни, то ваша память спутнула с прошлой жизни. И вы начали чувствовать, что вы уйдете из жизни скоро. А это ощущение идет с прошлой жизни. То есть, наваждение. Но то, что у вас сейчас идет плохой период, это 100%. Но я не вижу, что он ведет именно к опасности, к смерти. И надо единственное вам знать, что вам надо всегда, каждый день, лучше всего перед сном, ложиться в воду хотя бы, в теплую воду, хотя бы на 15 минут. И вы тогда будете защищены от ночи, потому что ночью вы перегреваете. И во время перегрева вы не можете холодно укрываться, потому что вам холодно. А если вы слишком жарко укрываетесь, то у вас начинается аритмия. Поэтому для вас очень важно иметь несколько тонких одеял, которые вы друг на друга кладете. И вы просто научитесь сбрасывать одно из них, когда вы чувствуете, что вам немножко жарковато становится. И тогда у вас опасность перегрева будет отсутствовать. Но если вы будете 15 минут в ванне лежать, перед сном хотя бы раз в два дня, то тогда у вас вообще прекрасно всю ночь будет, никаких аритмений не будет. Получается, баня мне не подходит. Баня вам подходит, но надо сначала проработать динамику ходьбой и посты зеленью. И надо начинать плавать в бассейне раз в неделю. А я боюсь воды. Пуфаловать вообще. Да, 70 минут, 28 градусов. Боюсь, не боюсь, не имеет значения. Вот это надо делать. И если вы все это вместе будете делать, то потом, через годик, можно уже в баню выходить. Спасибо. А у вас прям по местам, да? Эти билетики, да? Каждый на своем месте. Можно еще про мужа спросить? Ушел три месяца назад. Ну, тоже я молюсь, все. Ну, как по лекциям, по книжке все делаю. А почему он ушел? Он любит ходить, что ли? Или все? Все унесли. Все бросил, да. Ну, не выдержал ответственность. Я так увидела. У нас заболел ребенок. Ну да, как-то странно. Он просто взял вместо того несу. Ну, хорошо. Сколько вы живете вместе? Семь лет. Все это очень странно. Вроде никого у него нет. Нет, он... Ну, как бы, мы на связи, но он не хочет возвращаться. Не хочет? Нет, говорит, надо идти дальше, заберем новое. Отличный молодой человек. Выбирает новое. Господь ему выберет новое. Ну, то есть он сейчас в плохом периоде он был отшиблой, не удовлетворен личной жизнью. Это абсолютно безумный поступок, не имеющий оснований. Ему лучше всего вернуться. Если он не вернется, будет наказан жестко очень, одиночеством. Вот. Помолитесь за него. Ну, как бы, ну, концептуально у него нет оснований. Вот до этого мы с девушкой говорили. Мне концептуально основанием было то, что человек перегрузился. Но вы не являетесь причиной этого поступка. То есть он, ну, нет кого уходить. То есть ничего плохого вы ему не сделали. А то, что я первого мужа бросила, может быть, поэтому? А за что вы его бросили? Он осквернил картину Кришны и выкинул все мои книги. Ну, Пагадгейту, Шримад Бхагавадам, все девять книг. Но я поэтому и спросил, за что, потому что я вижу, что у вас нет вины за то, что вы просили. А вот вот этот человек уже, он взял глупость. Надо за него помолиться, потому что если он, ну, ну, так дальше будет, то есть у него сейчас есть еще полгода. Вот я как раз думала, может, ну, я ему сказала, что я жду тебя до Нового года. Отлично. Вот. До Нового года ждете, да, потому что у вас этой ночи-то нет вообще. Ну, то есть прям выйти замуж вот так. Вот. А ему потом найти кого-то нереальный. Поэтому, ну, у него так вот судьба устроена. Поэтому надо подождать его, помолиться за него, чтобы он, мозги у него встали на место. И вероятность такая есть, что они у него встали. А также неожиданно вернется, как ушел. Он такой летучий голландец. Ну, главное, я не умру, мне вот это. Можно жить. Нужно. Мы все умрем, но не все сразу. Спасибо большое, Олег Геннадий. Каждое свое время. Спасибо. Ну, мы члены от вас спрашивают. Олег Геннадий, здравствуйте. Жена звали. Пока ее здесь нет, я как раз прошу. Она придет на лекцию? Да, конечно. Она ваша поклонница. Она вас затащилась? Много лет ходит. Я первый раз, наверное, был с лет 15 на лапках. Через 15 лет вернулся. Вы отлично выглядите. Все. А я молодею. Да. Вокруг все такие красивые в платьях. Замечательные. Но мы вообще-то тоже в таком необычном месте с вами находимся. Да. Вот. И вопрос у меня такой. Ну, я как сказал, что жена красавица, умница, хорошая. Но вопрос в том, что говорит, что что балл не по мне мужской энергии. Но такой вот по энергиям вы специалисты, поэтому к вам и пришел. Ну, женщинам нужны какие-то конкретные вещи. Например, сказал, сделал, гарантии какие-то давать, успокаивать. Да, возможно, да, то есть вопрос в чем? Вопрос в том, что я ощущаю, что она не принимает меня энергию и ставит блок и не дает мне энергию. То есть мне, мужчине, важно, чтобы меня воспринимали. Ну, мужчинам то, что надо? Там, почитались за ручком, сказали сласковое слово и отлично, он дальше пошел. Но вот этого обмена нету. И поэтому естественно энергию ты заметно получаешь, сам свою ты как бы не можешь ей дать. То есть она ее не принимает. Есть одна проблема. Она заключается в том, что у вас в прошлой жизни есть определенная оскомина в отношениях. и она означает очень сильное, ранимое восприятие какой-то несправедливости по отношению к себе в личной жизни. то есть вы очень сильно глубоко реагируете и это накапливается постепенно и создает ощущение такой неудовлетворенности и чувство отчаянное даже может быть в отношениях. Как будто бы что-то вам не подает человек. Но имейте ввиду, что ваше восприятие в этой ситуации оно в разы сильнее чем реальность. Ну то есть другими словами у нас есть такой у каждого характера такое бывает, что мы что-то очень сильно гипертрофируем. И вот у вас вот это очень обида такая в отношении склонность очень сильно реагировать внутренне глубоко на какие-то поступки она создает препятствия для отношений. То есть я сам себя накручиваю? Ну это называется равнимость. То есть человек как бы больно. То есть слово накручивать это означает, что человек сам берет что-то делает. Но когда больно ну представьте у одного кожа толстая у другого тоненьшка а у третьего вообще нет кожи. И вот он себя накручивает если он задел за что-то ему больно. Это накручивает или просто больно? Ну то есть вот это больно оно у всех разное и во всех разных зонах свое. Вот у вас больно в личных отношениях блок блок определенный психический он находится на втором психическом слое эмоциональный блок и надо культивировать в воде стараться раз в несколько дней в ванне сидеть может быть там 28 градусов хотя бы полчаса и неподвижное положение тела молиться может стоя вот так вот хотя бы полчаса тоже раз в несколько дней чтобы этот блок пробивать потому что он создает проблемы в ваших отношениях Проблема в общем получается в моем восприятии в том что ну то есть что-то можно какие-то сделать шаги мне и может жили встречу друг другу Ну я еще посмотрю на жену я вижу что у нее противоположная проблема она немножко холодноватая и у нее наоборот на втором слое психическом зажим такой зажатая психика и этот зажим как бы мешает ваша жена пришла нет не жена я вас познакомлю а вы же встретите в другом месте да я купил билет пришел к вам послушать ну да-да ну вы садитесь на свой да хорошо спасибо мы продолжим оттуда мне надо на вашу жену посмотреть как придет еще раз поднимите ручку вы не вместе что ли сей ну мне надо посмотреть на нее может она грубовато немножко себя ведет жестко с вами а вы очень равнимый чувствительный человек может ей тоже надо аккуратнее себя вести я не знаю то есть это тоже момент есть существует такой момент набоюдный как сказать но надо посмотреть может быть она проработала по вашей судьбе вам положено с сожжатыми эмоциями жена может она это проработала может быть она помягче себя уже ведет я не знаю но ну как бы здесь конечно с двух сторон надо смотреть ситуацию но однозначно что ситуация такая есть есть сложность в отношении и надо ее прорабатывать хорошо спасибо ну вот женщина пьет что-то и ее руку поднимает нужно ей дать а не она другая поднимает все тогда у тебя Олег Денадьевич здравствуйте у меня такой вопрос у меня не получается создать отношения ну потому что вы очень очень чувствительный человек вам надо убирать эти блоки сильные блоки на втором слое мешают общаться сильно реагируете на простые вещи какие-то есть же предел когда человек вот сильно реагирует на все то как с ним жить надо убирать себе эту вот такую склонность эмоциональность очень высок иначе невозможны отношения нужна вода статические упражнения еще и длительное движение нужно хотя бы полтора часа ходить час сорок раз в три дня потому что два вот этих блока на эмоции стоят жестко статический динамический блок то есть вы очень чувствительный человек вам же не сложно встретить человека правда у вас отношения рожатся во время беседы общения да во время общения да и получается что встречаются те кто пьет а последнее таком стабилу еще и а пьет это опять статическое напряжение вот знаете как это все работает вот допустим у женщины есть блок на статическом напряжении она мужчин видит тоже с таким же блоком а для мужчин это пьянство статическое напряжение у женщин это слезы а у мужчин это вино поэтому вот так то есть если я буду упражнение делать статику плюс вода вы уберете блок у себя и соответственно поработайте эту ситуацию и уже не будет такого прям ну сильной проблемы и поманяться надо еще пока спокойствие в сердце вот вы сейчас смотрите на свою судьбу чувствуете опасность от мужчин вы уже чувствуете опасность что встретите опять пьяницу как он вот а вы помолитесь спокойствие когда в сердце придет значит уже работа на судьбу по крайней мере 30% работает и спокойствие уже будет уже легче будет жить ну то есть у меня еще страх такой что агрессия от мужчин и получается что у женщин обидчивость у мужчин гневливость это статическое напряжение даже если женщина сильно обидчивая мужчина будет гневливым это закон а нет такого что ну я по лекциям слушала что всякие там венцы безбрачия это все ерунда кто ну венцы венок безбрачия сейчас сейчас посмотрим вот у меня ну благодаря у меня хороший но безбрачия это за километр мужики обходят а вам они ликнут наоборот и тогда это и пугает что они ликнут и отлипают да так я и говорю вам что надо просто поработать себе характер и все вот женщина же она не понимает что она вытворяет вот допустим вы познакомились с парнем и вы как бы через каждые минут 5-5 минут это не нравится то не нравится хочу пирожное хочу мороженое не хочу пирожное не хочу мороженое и так каждые 20 секунд ну конечно надоест любому вам то нормально это как бы а ему нет женщина же привыкает свои эмоции а мужчина в шоке понятно вот это и прикол а еще только вопрос что ну в этом городе мне оставаться или ну уезжать из этого города я уже 10 лет в этом городе уезжать уезжать да ну к себе куда в Ставрополь а? в Ставрополь да, в Ставрополь мои хорошие вот вы такие интересные вы задаете мне вопрос и сами уже знаете ответ ну вот что вы поедете в Ставрополь что ли вот вы сейчас спросили вы что туда поедете если я сказал уезжать ну я вам верю что поедете в Ставрополь ну если скажете то да ну хотя внутри у меня нет такого ощущения да вы что спрашиваете конечно оставаться здесь вам здесь подходит что вам не нравится почему вопрос вы задали вам здесь подходит все нормально что скучно девочке что ли стало или что нет мне не скучно ну а что тогда ну почему вы за вопрос задали вот в чем причина вопроса ну и получается мама там а вот видите там мама вы скучаете да нет тогда она больше скучает она скучает и поэтому вы хотите вы любите маму нет и она мне говорит что вот ты ну как бы в Санкт-Петербурге детстве ты толку нет не в коньяк корму да не в коньяк корму типа приезжай домой там все получится а дома будет еще хуже ну вот я так и чувствую что этот город вам вообще не подходит абсолютно а в Санкт-Петербурге вам подходит вам здесь хорошо комфортно вот вы даже куда уедете и потом опять приедете через две недели вот вы там приезжаете когда к маме вы были же в гости у мамы да вы там можете прожить нормально 10 дней всего потом вас начинает оттуда просто выталкивать вам хочется убежать оттуда так ведь да да наверное ну а зачем тогда вам туда ехать что вы там будете делать вы пробудете там две недели с ума сойдете и приедете назад вот и вся поездка будет так и покроет мой отпуск ну маме надо помогать эмоционально вы такой человек любите людей хотите маме помочь ну надо помогать и общаться с ней но вы не сможете там жить с ней рядом это невозможно делать вам подходит этот город вам здесь спокойно здесь много воды вам подходит место не жаркое и чтобы было много воды это две вещи которые нужны вам для нормальной жизни и вам подходит это ой покрышай ой какой красивый это что вы там еще написали спасибо 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 ну это как-то это не очень удобный шарик меня где-то краску водить да я сам себе да вот он про меня я Геннадь спасибо вы так поставите еще что вам ко мне повернуться и у меня сейчас такой вопрос что у меня по работе ну работа надоела так сказать я же почти 10 лет на одном месте и мне предложили работу на севере я вот думаю пока я не в отношении может туда поехать нет нет не выдумывай еще позже вам будет у вас здоровье слабое там вообще загнется у вас сейчас такой период вам хочется куда-то сбежать это период так действия хочется убежать куда-то и там будет лучше вам кажется и знаете вот такие вот когда хочется куда-то убежать это называется динамическое напряжение надо просто ходить 4 часа раз в неделю и вот это ощущение пройдет сразу вот блок пробьете и все на пятом психическом слое на самом глубоком формируется вот этот блок динамического напряжения у вас чувство непреодолимых препятствий в жизни вам кажется что надо куда-то бежать тогда будет лучше так надо бежать вот что с нами не бегали вчера я работала ну вот найдите время выходной и 4 часа 4 часа непрерывной ходьбы и все через неделю через месяц уже намного легче будет хорошо хорошо спасибо а можно шарик развернуть меня он неправильно он прикалывается ну хотя бы вот так этот шарик ответственность понимаете большая Олег Геннадьевич если что-то не то сделать то когда шарик будет упором ну выйдет на первом риту садитесь спасибо большое Олег Геннадьевич скажите пожалуйста в чем может быть причина проблемы того что муж не может обеспечивать свою семью вот уже 6 лет приходится это делать мне человек имеет руки ноги все головой в порядке но с работой у него никак не клеится больше 5 лет он вообще сидел без работы наделал много долгов ну пытался заработать деньги но без две причины первая причина вы не воспитываете мужа а вторая причина это очень тяжелый период который он пережил связанность деятельности но это его не оправдывает он должен учиться то есть формируется как бы психики два блока связанных с работой они все на пятом слое статическое и динамическое напряжение у него сильная чувствительность деятельности он начинает где-то работать ему сразу хочется оттуда сбежать и вторая причина это волевой блок на пятом слое он не может даже себя заставить идти работать ну то есть человеку надо статику делать на 65 минут раз в три дня стоять динамику делать на 4 часа раз в неделю идти то есть надо блоки пробивать и ему надо понять что как бы он должен жить а понять ему только вы можете помочь а каким образом вот вы говорите воспитывать мужа каким образом я уже всякие методики пробовала на нем ну и конечно сначала и укоряла потом потом пилить по-доброму есть два способа пилить один способ эмоционально пилить эмоционально это мужчине не нравится он начинает смеяться противостоит а второй способ по-доброму сейчас объясню как женщина вот все знаете что если вы чего-то хотите от мужа он деваться или нет он все равно это сделает но надо как сделать надо сначала помолиться чтобы у вас спокойное сердце было по поводу того что он это делает работайте хотя бы первый круг судьбы то есть молитесь молитесь пока вот здесь спокойно не станет по поводу него сейчас уже спокойно пока нет до конца уже лучше где-то 20% судьбы вы победили а на 33 вот внутри и когда вы это сделаете дальше вы просто с ним общаетесь в шуточку каждый день или через день или при возможности по-доброму спокойно надо пойти работать мой хороший он работает сейчас но получает и удовольствуется тем что получает это вот совсем не давайте деньги в семью женские деньги это деньги очень опасные больные и страдальческие но каждая копейка которую женщина дает в семью она вызывает у нее боль страдания и память о том что она ее дала она не может об этом забыть а как у нас трое детей их надо и одевать и к репетиторам водить и прочее а то что он зарабатывает это абсолютно ну как старший сын как будто бы у меня который вот уже пошел работать и сам себе там обеспечивает такая судьба у вас но надо просто понять что вот допустим если он чего-то хочет себе он не может себе купить на ваши деньги мы должны как бы четко это отработать в его голове чтобы он хотя бы ну свои желания на свои если женщина своими деньгами удовлетворяет желания мужа она разрушает свою семью то есть он точно эта семья будет разрушена так уже несколько раз пыталась с ним развестись но потом понимаешь что я его люблю что он заботливый что он поручает детства ну так я и говорю вам что надо не пытаться разводиться а надо пытаться ограничить его в правах на ваши деньги на детей тратьте на него нет в принципе чтобы и не трачу он то что зарабатывает на себя все это если нужны немножко еврейских кровей чтобы не знаю не могу понять почему он у него получается хорошо в контакте с людьми я могу сказать вам у него тяжелая судьба связанная с работой вот он реально не может больше пока зарабатывать но это меняется с возрастом вот допустим сейчас первый плохой период он уже закончился он был реально пять лет ну четыре с половиной года очень плохой период сейчас он закончился у него с каждым годом будет все лучше лучше с работой к пенсии будет все хорошо баловать нельзя мужчину не балую значит все нормально молитесь идет процесс разрешите второй вопрос я доктор причем я работаю в военной структуре вам подходит нет я уже после вот этого тяжелого периода еще он закончился очень тяжелой смертью моего отца в течение года он медленно и мучительно погибал и я вместе с ним умирала и после этого я почувствовала что я могу лечить людей не только по схемам ну вот возьмите мою методичку выучите ее начните применять на себе а потом мы можем даже вашу консультативную систему включить и будете просто консультировать своих людей по нашей системе я могу у нас же сейчас новая методика появилась вы знаете да значит называется консультация по ЗОЖ в чем она выражается то есть человек оплачивает 26 тысяч рублей дальше я полностью все его психические блоки тестирую и рисую прямо схему его блоков а потом по этой схеме мои помощники полностью рассказывают человеку что надо делать чтобы быть здоровым и вы можете также рассказывать своим людям то есть вы тестируете человеку то есть я тестирую а вы включаетесь а как научиться тестировать мне было интересно вообще вы не сможете научиться тестировать почему потому что это очень сложно это надо видеть психическое тело я пытался много раз выучить людей но они так все тупят но есть и пара человек которые могут но это несколько десятков то есть это врожденно способность это нужно быть способностями просто вот я говорю что после вот этих испытаний но вы можете давать советы можете просто сами советовать людям по моей методичке это тоже будет помогать все же примерно одинаково что делать а у вас есть какой-то обучающий какая-то система мы к этому идем я хочу сделать такой проект в котором я буду всех людей учить ЗОЖ ну то есть первая ступень будет это обучение системное здоровом плюс жизни вторая ступень это практика а третья ступень это уже преподавание ну то есть человек проходит три вот этих курса три ступени ну может полтора года обучения и он становится специалистом и может потом другим то есть пока ее нет ну мы будем делать я вот сейчас в Индию поеду на сорок дней буду там записывать уроки и это потом неизвестно сколько их паковать будет там ну в общем года через полтора будет благодарю за это вы можете раньше уже просто по методически ее выучить и совет отдавать мне у нас на сайте там раздел консультации нажимаете видите консультация по ЗОЖ звоните записывайтесь проходите и делайте но если вы будете все делать вам расскажут что делайте и вы подперед ну там есть разные варианты есть вариант без меня он намного дешевле там 5000 что ли просто вам дают общие рекомендации вас ведут еще там месяц вот и тот и тот вариант месяц ведут вас и вам подскажут что делать мои помощники тоже разбираются можно и так без обязательного моего тестирования можно и так вот хочу как раз у нас рекламная пауза пошла хочу вот что еще сказать у меня есть сейчас для всех людей возможность такого волонтерского служения ну там на 10 минут день на 15 делать приносить пользу то есть мои лекции программа специальный искусственный интеллект переводит в текст текстовый формат и надо просто его подредактировать чтобы там было ну не было косяков можно немножко текста брать это все в одной системе делается там рабочий кабинет у каждого свой и там человеку вылетает там кусочек он отредактировал запустил и все ну то есть и потом дальше это все переводится на английский если вы знаете английский еще даже лучше нам нужны тоже волонтеры там тоже есть группа которая на английском это все просматривает тоже это не то что вы пишете набиваете что-то это просто подправить несколько слов вот и потом дальше лекции с английскими субтитрами на ютубе уже выходят с английскими субтитрами и озвучкой дикторской английской а потом дальше на все доступные языки мира будем переводить на китайский хинди турецкий уже уже нас ждут на низком старте на разных языках хотят чтобы лекции слушали люди на разных языках поэтому все кто хочет время есть свободно там немножко поредактировать на английском на русском можете подключаться если вы знаете какой-то другой язык хорошо тоже можно мы вас запишем когда мы на этот язык будем переводить то можете тоже а телефончик можно взять Игоря моего помощника какой у Евгения Игоря остался в рот и пустили сюда вот Евгения моего помощника можно взять телефон Оксаны которая занимается волонтерами и так же хочу сказать что мы с вами находимся на территории фактически дома в котором жил великий князь Владимир Александрович брат Александра Третьего вот это его резиденция вот здесь танцевальный зал был здесь все танцевали вальс вот а рядом комнаты есть и его спальни там и его кабинеты где он принимал гостей он возглавлял флот как бы в свое время был как бы министром который ну много что он так же культурой занимался искусством возглавлял все эти проекты в России и это правительственное здание где он принимал гостей меня сделали экскурсию провели здесь все сохранилось в первозданном виде потому что его не разграбили ни большевики ни блокад на Менинграде ничего не попало сюда вот потому что сюда сразу ученых запустили и ученые все сохранили поэтому многие много интерьера в первозданном виде то есть 200 лет уже как бы к этому зданию здесь много интересных исторических например в кабинете на стене у него висела картина Бурлаки на Волге вот эта картина которая сейчас в русском музее она здесь изначально была ну так чтобы мы вот с вами вот в таком месте ну чтобы вы понимали куда пришли сейчас этот дом ученый это вообще его дворец личный вот этого Владимира Александровича нет а и здесь проходит вот в этом зале проходит научные встречи различные но другие комнаты дворца также и правительственные какие-то встречи это действующее так сказать здание где проходят различные мероприятия серьезные на высшем уровне а так как директор этого дворца слушает мои лекции она нас пригласила сюда чтобы вы здесь посидели посмотрели послушали ладно ну ваш вопрос мы с мужем вместе получается 6 лет 2 года в браке 2 года должно быть сейчас в августе но человек просто в один момент поменялся и вот сейчас он хочет развода и я вообще не понимаю он буквально 3 месяца надо будет совсем другим человеком такой как сейчас бывают периоды разные в жизни он стал очень инонимым чувствительным и ему просто он знаете как он просто не может рядом с вами находиться он с ума сходит устает от вас устает психически и если он согласится допустим вы согласитесь пожить раздельно месяц то этот брак можно сохранить ну вот он меня сейчас отправил домой в стиле разводить прекрасно это очень хорошо это будет приятно но при этом как бы он мне пишет что я для него дорогой человек но продолжать оставить на разводе да потому что ему тяжело с вами находиться из-за вот этого периода то есть мне просто нужно его подтверждать это да это статическое напряжение вот поэтому я говорю надо здоровый образ жизни всем вести чтобы плохие периоды не разрушали семьи поэтому методичку читайте все выполняйте если вы будете выполнять вы будете передавать энергию близкому человеку он через какое-то время тоже начнет выполнять и так можно сохранять семью потому что основная причина разрушения отношений сейчас неправильный образ жизни раньше люди на природе жили питались этой энергией природы сейчас мы живем в каменной джунте и поэтому не хватает энергии вот плохой период пришел чувствительность повысилась человек бежит он просто не может рядом с вами находиться и это пройдет этот период он закончит через месяц и причины для расставания нет просто нет сил возможности нет в месте жить надо просто делать вид что вы думаете о чем-то а на самом деле надо понять что он очень совестливый человек и сам без вашего согласия бросить вас не сможет поэтому вы просто подумали подумали сказали ну я считаю что мы не будем расставить можно делать вид что ты подумала и тогда он не сможет вас бросить потому что у него такой характер то есть мне можно считать что это человек моя судьба а не люди бог дает значит судьба просто мы иногда сдаем экзамены иногда нет я слышала до этой лекции у вас мне очень тяжело от того что человек очень сильно от меня отдалился просто настолько закрылся а бывают вообще умирает люди знаете как тяжело было спасибо большое за ответ поэтому надо просто подождать сейчас и он вернется потому что нет оснований у вас нормальная семья просто ему нет сил у него не может рядом с вами с ума сплыть вы тоже немножко суетливая надо тоже статическое напряжение убирать все а рядом с вами будут вы знакомы родители а это родители родители ну нормально все я ей ответил вы доволен ну классно видите вся семья пришла вместе все родители согласны вы согласны что вот такая ситуация согласны да в общем да согласны я бы как отец ему всыпал родители свою оценку они настолько самостоятельные но они отдалились достаточно далеко и мы решили с нашей стороны не вторгаться вообще попытаться чтобы они экзамены сами сдали не вторгаться это да но вот он понимаете такой человек компанейский и если бы вы с ним подружились было бы лучше да да вот сейчас не надо трогать его потому что он сейчас на истерике находится но здесь шкуркой выделены не стоит ситуации просто она не должна поддаваться на провокацию он говорит подумай надо подумать и сказать все остаемся вместе он не сможет ее бросить а шаги последующие допустим вот это вот шаги надо воссоединение произойдет да да реабилитация он сам прибежит закончится период и он скучать начнет но надо потом его лечить от этого напряжения надо в бассейн ходить статические упражнения делать спасибо а что вот так жизнь устроена есть физическая энергия это пища вот все понимают что надо кушать а вот знание что надо психическую энергию иметь природу у людей у многих отсутствует они думают это нормально вот так вот дергаться психовать не чувствовать человек что надо и понимаете вот я просто из-за того что изучаю это я это знаю вот что мне надо не хватает энергии воды я в воду полез не хватает энергии солнца под солнцем не хватает там допустим движения побежал понимаете а люди ведь не знают у них там человека сковывает психика скованная он не знает что вот у вас допустим рядом у мамы скованная психика вам нужно длительное движение вы не знаете надо ходить долго потому что на четвертом слое блоки и позвоночник от этого страдает тяжесть в голове все это уже привет родителям поэтому нужно длительное движение у вас наоборот статическое напряжение вам надо вода вода иди ко мне сюда мы будем навсегда вода 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 спасибо просто много людей хочется чтобы каждый прошел по возможности для меня все одинаково дороги у меня нет много людей есть человек и ему надо уделить время